Два года национального строительства. По случаю предстоящей годовщины со дня издания указа Владимира Путина о реабилитации народов Крыма в столице республики состоялась пресс-конференция. В формате видеомоста Симферополь, Кельн и Москва обсудили реализацию исторического решения. Представители местной власти вместе с журналистами обсудили проекты помощи национальным меньшинствам, а также итоги проведенной работы. Решение о реабилитации объединило народы на полуострове и значительно снизило риски межнациональных конфликтов. Также два года назад в Конституции республики закрепили три государственных языка и общие праздники, а Крым стал ярким примером мирного сосуществования разных культур. Практически все национальные группы, подвергшиеся депортации, принимали активное участие во всех событиях, мероприятиях, которые были связаны с Крымской весной. В частности, немцы, практически 99% пришли на референдум, поддержали референдум и отдали свои голоса за возвращение Крыма в состав Российской Федерации. На пресс-конференции коснулись самых актуальных тем. В частности, представители власти Крыма прокомментировали при остановлении работы Меджлиса в республике. Коль скоро Украина так активно и власти Украины, точнее, переживают за судьбу Меджлиса, у меня к ним всегда вопрос. Почему в течение 23 лет вы не планировали никоим образом эту структуру легализовать? И почему не делаете это сегодня? Естественно, крымские татары найдут ту форму, при которой они будут представлены, скажем, в качестве общественных институтов. И сегодня уже на территории республики действует около десятка таких организаций. Их работе ничего не мешает. Они сегодня имеют самые широкие права и полномочия. Множество депортированных крымчан стремятся к возвращению на полуостров. К примеру, около полутора тысяч российских немцев ищут способы вернуться в республику из Европы. По мнению общественного деятеля из Германии, указ 2014 года стал важнейшим шагом для восстановления исторической справедливости. В Германии проживает порядка 4 миллионов российских немцев. И мы сейчас занимаемся тем, что мы прорабатываем наши предложения для выхода закона о полной реабилитации российских немцев. Потому что на территории Российской Федерации сейчас только принят закон в отношении Крыма, но не на всей территории Российской Федерации. Представители власти разъяснили, что ущемлению прав меньшинств нет места в России. На сегодняшний день все народы Крыма получили возможность сохранить свою культуру благодаря государственным программам. Будущее поколение крымчана родится и будет жить на родине многонациональных традиций. Анастасия Соленик, Игорь Зорин, Денис Тищенко. Время новостей.